Да, Пушкин в Крыму что-то нам хотел недолго рассказать. Ну, конечно, мы дадим ему с удовольствием слово. И, пожалуйста, обещайте, что вы пришлёте этот текст нам в «Серебряные сверчки». Хотелось бы ещё добавить, что у нас есть ещё две художницы. Ну, возможно, они скромничают. Это вот Наталья Харченко и Инна Маркова. Их работа, они тоже выставлены. Они занимаются нашей семейской студией. И вот уже Наталья первый год занимается, и такие результаты. И весь вилла «Мечта» там изображена. А вот это чья работа? Это Андрея Гончаренко. Это замечательно, гражданница. Да, вот это. Давайте, пожалуйста. Ну, мы всем присутствующим художникам выписываем, всем писателям сертификаты. Кому не выдали, сейчас выпишем. Да, Наталья Харченко и Инна Маркова, и можно их работать. Да, и сувениры на память. Да, и сувениры на память. В первую очередь я хочу поздравоваться с теми, с кем я еще поздравился. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня я буду вам кратко расскажу о Александре Сергеевиче Пушкину, о именно его моменте жизни, путешествии на нашу полуостровь. Мы все знаем Александра Сергеевича как стихотворца, поэта, публициста, драматурга, писателя, в какой-то степени, даже историка. И даже журналиста выпускал, да, современник, нельзя тут на газете. Да. И, можно сказать, его путешествие по всему Крыму началось в Санкт-Петербурге в 1821 году, когда он пополняет свою литературную деятельность несколькими эпиграммами, краткими эстетическими стихотворениями, которые и становятся причиной ссылки, ну, технические ссылки, Викинослав, Санкт-Петербург, а там он по своему, как сам пишет, по своему обыкновению искупался в Днепре и заболел лихорадкой. Некоторое время там болел, но на благо больного поэта с собой забирает семейство Николая Николаевича Раевского, русского полководца, генерала, генерал-кавалерии и героя Отечественной войны 1812 года. Они некоторое время путешествуют по Показу, но путешествие по Санкт-Петербурге начинается в рода Керчика. Вообще, Александр Сергеевич ожидал больше чего-то от этого рода, поскольку он знал, что тут находятся античные руины рода Патикапея, но когда пришел на местность, где должны были находиться эти руины, он был сильно разочарован. Здесь увижу я следы Патикапея, думал я, на ближайшей горе, посреди кладбища, увидел уроду камней, утесов, грубо высеченных, заметив несколько ступеней. Гроб ли это, в ревне или основание башни, не знаю. Дальше, следуя по пыльной колесной дороге, по этим местам оставляют посреди себя Керчь и движутся к Феодосии. Там они некоторое время проживают у Броневского Семена Михайловича, участника Персидской войны, пеодосийского губернатора и градоначальника. Из Феодосии они моря переправляются в Гузу. По некоторым источникам это было либо уже в позднее время, либо на рассвете. По дороге Александра Сергеевичу, конечно, помог, Александр Сергеевич увидел золотые ворота, которые он зарисовал на одной из своих рукописей. На рукописи к Евгению Онегине, если не ошибаюсь. Ну, вот он все идет. Приехав в Гузух, тогда называвшись Гузухом, он был поражен его красотой. Как он сам пишет, Как он сам пишет, проснувшись, увидел я картину примитивную. Разноцветные горы сияли. Плоские кровли хижек автарских. Издалек казались ульями, пролепленными к горам. Тополь, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними. Справа огромный аюдак. Позже, по вспоминаниям, он напишет в путешествии Онегина. Прекрасны вы, ребята, в рейды. Когда вас видишь с корабля, Просвяти утренники, в рейды. Как вас впервые увидел я. Поселет Сарьевский и Пушкин, имени Герцкая Райшелия, бывшего губернатора на российского края и родостроителя Одессы. Да, вот это имение в северной научной работе Александра Львовича Бертье-Делагарта «Память о Пушкине в Узуфе» приводится очень большие объемные обсуждения мысли и исследования по проживанию Пушкина в этом имении. И все-таки благодаря этому труду мы сейчас можем понимать, что Александр Сергеевич с Раевскими жили в Тесноке на втором этаже. И, скорее всего, сам поэт находился в кабинете мансарди. Также стоит сказать о ряде наименований, которые возникли у народа Бузуфа, на фото у жителей Бузуфа. В результате такого совсем небольшого момента жительства Александра Сергеевича, а в этом его подразделе еще. Одно из них – это пещеркушка. Многое время считалось, что он действительно там был. Это пещерный вод, который находится, можно сказать, потоплен морской отеченного моря. Опять же, в научной работе Александра Львовича, мы понимаем, что он, скорее всего, не был. Он был Александр Сергеевич. Там в этом году не был подключен того, чтобы... Первое упоминание – это есть только в 1737 году. И в этом месте еще практически никто не знал. И если бы он там был бы, он это описал. Время времени на отдых осталось мало, поэтому поездки с Пушкой и Шиле... Посмотрим, остальное дело. Очень Chaosれる. Если бы они не знал, выходим при этомன, что горячее не были, поскольку орога поднималась и ушла в хан rocky. Продолжение следует...